Мобильное кино Вы действительно интересуетесь не просто кино, а теми самыми новейшими трендами и форматами в мировом кинематографе, о которых много уже говорят, много пишут, но, быть может, здесь есть какие-то огромные противоречия, либо же спорные моменты, нужно ли подобное мобильное кино, для кого оно нужно, зачем оно нужно. Вот на эти как раз вопросы мы будем стараться отвечать и находить какие-то, ну я не буду говорить пути решения, но так или иначе вот эти рэперные точки мы назначим и наметим в ходе нашей дискуссии. Хочу представить всех участников нашей дискуссии сегодня, поэтому можно смело аплодировать. Человек, которого мы ждали, как раз это Роберт Фицхью, директор Дублинского кинофестиваля для смартфонов. Дальше. Дилан Такер, писатель и актер. Можно тоже поаплодировать Дилану. Саймон Хелбринг, режиссер. И у нас есть, соответственно, наши спикеры, представляющие Россию, режиссер Наталья Гуркина. И давайте сразу про Наталью посмотрим небольшой видеоролик. Ее работа. Саймон Хелбринг, режиссер. Саймон Хелбринг, режиссер. Да, можно поаплодировать. Ну и, наконец, человек, который сидит ближе всех ко мне. Это Максим Муссель, создатель проекта «Мобайл Филммейкер». Можно поаплодировать и тоже давайте посмотрим видео. Спасибо. 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 В настоящее время фильмы от 30 секунд до 15 минут. Иногда, например, в прошлом году были более длинные картины, но это исключение. Сейчас мы не показываем полнометражные картины, мы пока не хотим. То есть ориентация на короткометражки. И мы смотрим на длину короткометражки, в целом это 10-15 минут. Но многие фильмы, которые к нам присылают, где-то 2-2,5 минуты. То есть короче гораздо, чем я думал. Иногда людей удивительно получается хорошо рассказать историю очень коротко. Мы не показываем полнометражные фильмы пока. Возможно, в будущем мы будем это делать, но сейчас мы показываем короткометражки. Существуют на вашем кинофестивале, они затрагивают документальное кино, насколько я знаю. Потом есть лучший ирландский фильм, снятый в формате мобильного кино. Какие еще есть номинации? Так, номинации. Так, лучший художественный, лучший ирландский фильм, лучший документальный фильм, лучший клип. Такая отдельная категория. Лучший музыкальный клип. Это 6-7 категорий, я сейчас ее не назову. То есть подаваться можно на разные категории. Интересная категория, лучший ирландский фильм. Потому что я, кстати, удивился даже. Это не самый популярный формат, мобильное кино не самый популярный формат в Ирландии. И мне даже немножко жаль, что вот в эту категорию подается меньше людей. И мы сейчас над этим работаем. Мы пытаемся привлечь больше людей. В колледжах рассказываем про себя, чтобы молодежь снимала фильмы. Я был удивлен, что у нас не так много заявок от ирландцев. То есть даже на категорию лучший ирландский фильм, она не такая популярная, не такая большая. Все равно мы хотим рассказывать местные истории, чтобы у местных режиссеров была возможность, чтобы их голос услышали. Спасибо вам, как представитель, наверное, самого главного, как это правильно сказать, явления, которое аккумулирует все мобильное кино в России. Ваше, соответственно, продюсерскую лабораторию. Неужели все говорят о том, что когда мы держим в руках смартфоны, свои мобильные телефоны, фактически это открылась дорога в кинопроизводство. Любой может стать кинорежиссером, любой может взять в руки эти самые телефоны и вперед снимать свои великие киношедевры. Получается, что теперь даже с помощью вашей лаборатории можно обучаться, как снимать именно мобильное кино. Ну, давайте так скажем. На самом деле, запуская проект Mobile Filmmaker почти пять лет назад, я уже тогда понимал, что нужно давать некие уровни, ну, как бы сказать, образовательные людям, для того, чтобы в итоге иметь фильмы, которые можно отправлять на конкурсы или фестивали, или делать, собственно, даже прокатное кино, которое мы в данный момент тоже делаем. Я два слова, если будет возможно, скажу. Поэтому, с одной стороны, мы год назад, чуть меньше, чем год назад, выпустили книгу, вы видели ее на экране, которая называется «Мобильное кино. Сто шагов к созданию фильма», которая позволяет любому, действительно, прочитавшему ее, начать снимать мобильное кино. Ну, по крайней мере, сделать первый шаг. Второй момент. Мы сделали курсы высшей школы экономики, профессиональные, месячные, которые позволяют уже сделать следующий шаг и уже, в общем, ну, вплотную приблизиться к тому, чтобы делать кино, ну, так сказать, достойные фестивали. И третий шаг, который мы сделали, мы действительно сделали продюсерскую лабораторию, которая на 90% уже включает в себя людей, которые прошли предыдущие этапы или пришли из кино или телеиндустрии и просто не работали с мобильным телефоном. Получается, что мы как бы имеем эти три уровня. Это была моя задумка, была идея. И как бы каждый следующий уровень питает, точнее, не так, каждый предыдущий уровень питает следующие, такая пирамида. И да, в итоге мы имеем, не знаю, секрет это для вас или нет, мы имеем прокатные фильмы, то есть мы имеем фильмы, снятые на смартфон, которые идут в прокате. В данный момент идет фильм «Фагот», кто не видел, посмотрите, первый российский полнометражный фильм, снятый на мобильный телефон. И дальше будут другие фильмы, мы делаем второй фильм, продюсируем, тоже снятый на мобильный телефон, он будет, видимо, к лету следующего года готов. Так что этот процесс уже не остановить, и он уже пошел, что называется, в полный рост. Напрашивающийся вопрос. Фильм, кстати, «Фагот» пару недель назад вышел в прокат. Да, он две недели, может быть, до этого уикенда, может быть, закончился. Да, он был, наверное, двухнедельный прокат, может быть, уже и нет. И премьера его как раз была в августе, в Выборге, на кинофестивале «Окно» в Европу, и, соответственно, можно действительно посмотреть по горячим следам. Такой вопрос, Максим, когда мы говорим о мобильном кино, понятное дело, то, что вот эти смартфоны, которые мы держим в руках, это некая замена дорогостоящей оптики и камер, да, с помощью которых снимается кино. Либо не все так просто. Да, не все так просто. Безусловно, первый взгляд, который, в общем, первая мысль, которая приходит в голову, это экономия, дешевизма и, как бы сказать-то, эргономика, что ли. Но на самом деле, и мы в этом уверены, как раз вот с режиссером фильма «Фагот» и моим партнером по продюсской лаборатории Борисом Гудсом, что мобильное кино – это не техническое решение, это творческие решения. И не так много мы имеем, конечно, примеров того, когда это не просто маленькая камера, а это та камера, без которой нельзя рассказать ту или иную историю, но уже возникают такие примеры. И последнее, что я хотел бы сказать. У нас есть такая присказка в нашей лаборатории, что если вы можете снять этот фильм не на мобильный телефон, не снимайте на мобильный телефон. То есть это должна быть история, которая обязана быть снята на мобильный телефон, иначе это не имеет, ну, собственно, никакого смысла. То есть это не технический, это творческий инструмент. Ну вот как раз по поводу творчества сейчас побеседуем с режиссерами. Наталья, вопрос сразу к вам. Буквально коротко введите в курс дела наших зрителей и слушателей по поводу вашего фильма, да, тем более, что он был победителем этого конкурса мобильного кино. Ну, и не только этого конкурса. Я просто помню тот самый знаменитый конкурс 2016 года, да, где, соответственно, я уж позволю себе громогласно так заявить, благодаря которому вы и прославились в том числе. И почему вообще возникла идея снимать именно на мобильный телефон, и как дальше, вот уже, получается, два года прошло, какое развитие у вас идет? Ну, вообще, на самом деле, все это было очень случайно, и по большей части благодаря Максиму. Собственно, это был его конкурс, для которого мы снимали фильм на смартфон. Это был iPhone 5s, если я не ошибаюсь. И просто мы увидели конкурс, я предложила друзьям, давайте снимем, у меня есть идея, мы все сняли. А потом это все так удачно обернулось, что мы участвовали во многих фестивалях, и во многих мы выиграли, и как-то очень хорошо все пошло. Поэтому у меня не было никогда намерения снимать нас на телефон, то есть прям конкретно. Но после этого фильма и после нескольких фестивалей, меня часто звали на какие-то лекции рассказать про то, как снимать на смартфон, про то, почему это происходит. На самом деле, тут просто важно ваше желание снимать. И отчасти я согласна с Максимом о том, что если эту историю нельзя снять не на смартфон, то снимайте на обычную камеру. Но это не обязательно, просто если вы хотите снимать, но у вас, например, нет возможности взять камеру, у вас нет какой-то там другой возможности. Вы просто хотите рассказать свою историю, просто берете телефон или что у вас есть под рукой, на это и снимаете. Но в то же время, например, насчет мобильных телефонов сейчас много фестивалей. Вот, собственно, Максим сделал новый фестиваль и конкурсов, которые связаны именно со смартфонами. Так что если вы хотите участвовать в конкурсах и побольше говорите себе всему миру, конечно, это выгодно сейчас снимать на смартфон. И это интересно, это челлендж самому себе в каком-то смысле. Потому что вы должны рассказать историю такими не совсем стандартными средствами, которыми, возможно, вы привыкли, если вы уже снимали на камеру и с большой командой. Но при всем при этом то, из чего состоит кино, то есть сценарий монтаж никто не отменял. Конечно, еще никто не отменял звук. Так что если вы снимаете на телефон, заботьтесь тем, чтобы на всякий случай, если вы, особенно снимаете на улице, записывать звук на отдельное оборудование. Потому что очень часто, даже если качественное изображение, но плохой звук, зритель не воспринимает информацию и остается негативное впечатление о фильме. Соглашусь. Тогда у меня вопрос к Дилану. Потому что Дилан известный режиссер, который уже давно экспериментирует на поприще мобильного кино. Дилан, вот когда был снят ваш фильм «Сложно обмануть себя». Как я понимаю, он тоже был снят на iPhone. И я подозреваю, что мы говорим исключительно о камерах iPhone сейчас. Ну, мы обсудим, почему только продукция корпорации Apple оказалась лидирующей в мобильном кино. Но так или иначе, вот чем вы руководствовались и почему, в принципе, у вас родилась в голове, как у режиссера, идея взять в руки смартфон, ну, iPhone, соответственно, и начать снимать кино? Ну, на самом деле, все случайно было. Написали сценарий, решили, что можно попробовать снять на телефон. То есть, наверное, вот обратный процесс был. Сначала начинается все с истории. И вот у нас так было. Мне хотелось, чтобы история была такая неприлизанная, непричисанная, чтобы все было очень контрастно, чтобы был черный-черный цвет. Нет, тогда, вот 4 года назад, это все было очень в тренде. Мы немножко поэкспериментировали с камерами на Canon 5D, на iPhone. Ну, вообще, нельзя сказать, что мы снимали только на iPhone, потому что не просто так ты берешь телефон и снимаешь. Там у нас были и дополнительные адаптеры, приспособления, линзы, дополнительные объективы. Можно еще что-то придумать, чтобы улучшить качество проекта. То есть, продукты. Телефон – это только исходный девайс. И здесь телефон хорошо подходит, потому что к нему можно очень много чего присоединить. Но, конечно, iMax камеру к нему не подсоединишь. Но если ты снимаешь драму на кухне, то тебе камера iMax и не нужна. То есть, у нас шло сценария, от истории. И это удивительный инструмент. Очень-очень интересный. И, который, как я слышал и как я прочитал, съемки планируются чуть ли даже не в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Это тоже мобильное кино? Либо же нет? Нет. 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 Не мобильное кино. Опять же, там для наших целей не подходит. Там все ночью происходит на улице. На мобильный телефон пока просто не получится это сделать. И эстетика совершенно другая у самого фильма. То есть, то, о чем я говорил раньше, это совсем другое. А как я говорил, все зависит от вашей истории, от сюжета. Каким кинематографическим языком вы хотите вести повествование? Нужно просто знать, когда что использовать. К вам расскажите о вашем проекте мобильного кино. Тем более, что он уже стал обладателем наград на соответствующих фестивалях мобильного кино. Ну, все началось примерно так же. Я хотел рассказать историю. И настоящее хорошее оборудование вообще стоит очень дорого, аренда. И мой оператор тогда сказал, давайте попробуем на что-то другое. У меня была камера GoPro. И я как-то никогда раньше не задумался, что можно на мобильное устройство снять какую-то историю рассказать. Но потом я заметил кое-что. И это мы сейчас немножко отходим уже от изначального вопроса. Когда мы рассказываем истории в кино, мы всегда используем тот или иной кинематографический язык. Мы даем картинку, которая сознательно или подсознательно напоминает вам что-то. Потому что вы что-то подобное видели когда-то раньше. И сейчас с помощью мобильных устройств наш язык изображений меняется. Мы постоянно пользуемся телефонами. Мы снимаем там видео с отпуска. В Facebook постоянно что-то постим. И у нас было вот это техническое ограничение. Как снимать сцену на океане? У нас вот пришла в голову идея GoPro. У нас же действительно есть сейчас какая-то ассоциация, которая уже выработалась в этом контексте с океаном. И так мы и решили еще на уровне при продакшн было принято решение использовать мобильные устройства. И мы начали думать, как мы можем нашу историю рассказать наилучшим образом. И я вот поддерживаю твою идею. Камера это только инструмент. Она позволяет тебе рассказать свою историю. И она определяет твой кинематографический язык. И очень хороший пример на самом деле. Когда нужно рассказывать историю в больших кинотеатрах, в Аймаксе, пожалуйста. Ты используешь 70 миллиметров Аймакс камеру. Но если у тебя драма на кухне, то можно и телефон использовать. Смотрят. Более глубоко, наверное, узнали и увидели, что такое мобильное кино. Вот в таком широком прокатном значении этого слова. После того, как Стивен Содерберг на Берлинском международном кинофестивале в феврале этого года представил свой триллер «Не в себе», где Клэр Фой как раз играла главную роль. И Стивен Содерберг, ну не мне, опять же, всем рассказывать. Он такой ярый инноватор, наверное. И человек, который пытается постоянно экспериментировать с жанрами, с форматами, с способами как раз съемки и создания фильмов. И он сам неоднократно заявлял о том, что ему было интересно просто попробовать снять кино на мобильный телефон. В данном случае, опять же, был айфон. И, соответственно, он во время своей пресс-конференции на Берлинале, на мой взгляд, сказал одну сакраментальную фразу относительно мобильного кино. Не каждый жанр кино может быть снят на мобильный телефон. То есть, когда речь, например, идет о какой-то истории а-ля триллер, как в случае «Не в себе», вот тогда мобильный телефон, быть может, уместен как никакой. И получается, вот я недаром у вас всех спросил, почему вы решили снимать свои фильмы, ну там первые проекты какие-то, именно на мобильный телефон. Вы, опять же-таки, повторили, сами того, не хотя, наверное, историю о том, что мобильное кино возможно, если есть действительно правильная история, которую стоит снимать технически и технологически, именно с помощью смартфона, мобильного телефона. Либо же любой жанр кино можно снимать с помощью мобильного телефона. Максим, давайте с вас начнем. Ну, смотрите, буду говорить свои позиции, причем, как у всякого нормального думающего человека, может быть, через пару лет я свою позицию изменю, но сегодня она такая. Никаких ограничений ни жанровых, ни стилистических, ни каких-то еще, именно вот в том классическом понимании кино, киножанров, которые существуют, безусловно, нету. То есть это не вопрос жанра, это, еще раз повторюсь, вопрос истории. Попробую объяснить, что я имею в виду. Ну, многие из вас, наверное, знают о том, что, в общем, или наблюдают о том, что современный кинематограф, значит, стратегически развивается, так можно сказать, в двух направлениях. Одно направление – это все-таки кинематограф такой, основанный на аттракционах, который, по сути, на 90% уже делается на экране компьютера. А второй кинематограф, я бы назвал его, это, кстати, не я придумал, прозвучало недавно это слово, слово-сочетание, оно мне очень нравится – живой кинематограф. Мне кажется, чем дальше, тем меньше будет живого кинематографа. Поэтому я думаю, что первая главная особенность фильмов, снятых на мобильный телефон – это достоверность и искренность, которая, в общем, каким-то странным образом переходит через экран к зрителям. Поэтому я думаю, что все истории, которые содержат в себе вот эту вот необходимость или важность донести вот какую-то искренность, достоверность и, как бы сказать-то, ну, натуралистичность, что ли, да, в некотором смысле вуэризм какой-то происходящего, вот это, кстати, не имеет отношения к жанрам. Это может быть и в комедии, и в трагедии, и в триллере, и в боевике. Все, что я перечислил, может быть в этих жанрах. Поэтому мне кажется, что деление здесь не жанровое, а здесь деление все-таки по, вот, как бы сказать-то, человечности и интимности истории, которые вы рассказываете, я бы так сказал. Но это моя позиция на сегодня. Хорошо, Роберт, что вы думаете? Можно ли снимать романтическую комедию на мобильный телефон, либо же только хорроры и триллеры в замкнутом камерном пространстве? Ну, это я утрирую, естественно. Да, я согласен с несколькими положениями, которые здесь были высказаны. И особенно, что Дилан сказал вначале. Съемка на телефон помогает тебе подумать больше об истории. Можно, конечно, принести IMAX-камеру и снимать что-то на кухне, но если у вас нет камеры, и вы думаете, из-за этого я не могу рассказать историю, то тогда вот телефон вам поможет. Нет камеры, возьми телефон. Это такой способ убрать барьер между собой и рассказыванием истории. И не надо думать, что если у меня дорогая камера, значит, мой фильм будет крутой, а кто-то зайдет и будет у него еще дороже камеры, что его фильм будет лучше, чем ваш. То есть вы все дальше и дальше уходите от самой истории, которую вы хотите рассказать. То есть вы можете вернуться к истории, что я хочу рассказать. А что касается жанров, вот особенно с точки зрения фестиваля, я бы с удовольствием романтическую комедию посмотрела, которую на телефон сняли. Потому что вы получаете такой доступ с помощью телефона. Это очень интересно посмотреть. И вот как Содерберг со своим фильмом сделал, он бы не сделал такой же фильм с обычной камерой. Потому что иногда что-то просто технически невозможно снять с обычной камерой. И вот, я не знаю, если, допустим, смотреть цену драки, два человека дерутся очень динамично, очень быстро. Интересно посмотреть, как это снято на обычную камеру и на телефон. Это будет совсем по-другому. Но нужно, конечно, как-то обосновать, почему я выбираю телефон. То есть только ли потому, что я не могу взять другую камеру. Или это сознательный выбор с точки зрения стиля и так далее. Что касается жанра, да любой жанр можно снимать. Хоть комедию, хоть трагедию, хоть ужастик. Все, что угодно. Если вам нужен телефон, снимайте на телефон. Ну, я тоже не соглашусь, что нужен определенный жанр. Я считаю, что можно любую историю снять на мобильный телефон. Конечно, если вы будете использовать телефон в качестве оружия вашей драматургии и использовать его, например, чтобы снимать из каких-то мест недоступных, как уже сказалось, для большой какой-то камеры. Или там, где нельзя, например, снимать на камеру, куда не пускают, что-то снимать специально в режиме селфи или еще что-то. То есть использовать телефон по его особенностям, которые он дает для съемки, это круто. Но никто не мешает вам просто взять телефон, использовать его как обычную камеру и снять свою историю так, как вы хотите. Вы сами себя ограничиваете в том, что вы хотите снимать. И все в вашей голове. Берите просто и снимайте все, что угодно. И главное, чтобы это было интересно, чтобы у вас действительно была история, которую вы хотите рассказать людям. А какой жанр, это не важно. Главное, чтобы вас смотрели и понимали, что вы хотите сказать. А я правильно понимаю, вот с технической точки зрения, то, о чем вы уже сказали, что вот запись звука на площадке – это один нюанс, да? Но, как я понимаю, опять же-таки, я сужу по тем вот интервью, которые давали тот же самый Содерберг, либо же Тимур Бекмамбетов, о котором мы еще вспомним сегодня, да? То, что съемки на мобильный телефон, они все-таки не настолько идеальны, что необходимы какие-то стабилизаторы для изображения, вот чтобы зрители понимали, что… Потому что все думают, если снимать на мобильный телефон, значит, мы такие взяли и понесли вот так камеру, у нас будет эффект дрожащей камеры и прочего-прочего. Но если вам… Какой будет для сториз? Тогда вот так надо лучше. Нам и нужно пояснить, что такое мобильное кино не просто снятое на мобильный телефон, а сама технология съемок какова. Ну, смотрите, если вы возьмете обычный фотоаппарат и не будете какой-то использовать риг или еще что-то, у вас тоже будет не суперидеальное изображение, но будет тоже трястись. Телефон просто полегче, и поэтому он будет трястись еще больше. Но вы также можете снимать со штатива. Если вам нужна эта тряска, вы можете использовать тряску. Также есть программы стабилизирующие, но они не очень хорошие, но можно использовать просто стабилизаторы, которые специально для телефонов. Можно использовать линзы. Это все равно, если исходить из финансовой составляющей, то все равно будет дешевле. Но штатив, например, вообще стоит копейки. Придумайте историю, которую не надо снимать с трясущейся камерой. Мы все посмотрели хардкор, и мне кажется, можно и поснимать что-то другое. А цветокоррекция требуется в финале или как? Зависит от проекта, опять же. Это все на желание автора. Например, мы снимали в ЧБ, и это требовало меньше цветокоррекции, чем цвет. И, естественно, снимать ночное время, например, на телефон будет сложнее, чем если вы снимаете на какую-нибудь Алексу, у которой все составляющие позволяют просто растягивать и работать с изображением, насколько это возможно. С телефоном так нельзя. Но это такие ограничения, которые делают работу с мобильным еще интереснее. То есть ты, как бы, когда у человека полная свобода, он чаще теряется, чем когда ему дают какие-то ограничения, и он придумывает способы их преодолеть. Это очень интересная история, когда ты просто должен как-то этих рамок избежать и все равно рассказать то, что ты хочешь. Хорошо, тогда, Саймон, тоже к вам вопрос по поводу вот жанров фильма для мобильного телефона. Что можно, что нельзя? Ваше мнение по этому поводу. Я согласен с остальными. Вопрос жанра, он не важен. Вы можете рассказать любую историю, которую вы хотите рассказать. Здесь, мне кажется, есть... Вот я говорю со стороны продюсера, например. И помимо того, что сейчас говорила Наталья. Когда режиссер решает, какую камеру взять, то есть мы должны принять главное решение. Какую линзу мы берем, какая оптика у нас, что мы будем использовать для обработки, какой объектив. Потому что линза, которую мы ставим перед объективом телефона, она может решить очень многое. То есть это процесс, в котором мы должны разобраться, как создатель фильма. И, не знаю, некоторые снимают только на 35 миллиметров, кто-то снимает только с определенным объективом, то есть у кого какие привычки. Есть разные программы для телефон, которые могут редактировать видео. То есть выбор объектива, кажется, вроде такой маленький шаг, но это главное решение, крупное решение, которое вы должны принять, прежде чем начнете снимать. И второе, что я хочу сказать. Вот вопрос, который вы задали. Что снимать на мобильный телефон? Я хочу изменить этот вопрос на кто. Кто должен снимать на мобильный телефон? Потому что, мне кажется, такое изменение парадигмы, на кто снимает фильмы. Съемка фильмов — это такое привилегированное искусство для избранных. Чтобы писателям, что вам нужно? Ручка и бумага. А если вы хотите снимать фильм, вам нужно столько всего для производства, для продакшена, вам нужно столько денег. То есть это недоступно не всем. И сейчас, получая такие возможности, благодаря мобильным технологиям, мы теперь можем посмотреть истории тех людей, которые раньше не имели возможности рассказать эти истории. Это целый новый пласт, целая новая область истории. Раньше у людей не было таких ресурсов. И у них сейчас нет ресурсов на какой-то большой продакшен. Но они могут рассказать историю через мобильный телефон. Уже, наверное, как актеру. Вот с актерской точки зрения. Не важно, на какую камеру вас снимают. Потому что, опять же-таки, коль мы вспомнили сегодня Стивена Содерберга, он все шутил на Берлинале, то, что как хорошо снимать на айфон. Потому что можно там в нос к актеру залезть в камеры. Ну, это он утрировал, конечно, так или иначе. Вот восприятие актера на съемочной площадке. И каково оно? Да, я сейчас об этом думал. Все очень хорошо высказали мнение. Жанры не важны. Хочу проговорить еще об этом. Столько сейчас жанров используется в мобильных фильмах. Вопрос в технологиях. Вот у нас сейчас есть такие технологии. Есть определенные качества съемки, определенные камеры. Если камера плохая, если объектив плохой, у нас будет такое зернистое изображение. Мы с Сэмом уже говорили об этом. Не обязательно, что не каждая камера поместится вам в карман. То есть у вас есть определенные технологические и физические ограничения. Но вот в настоящее время у нас есть определенная технология. И вот сейчас их можно использовать. И как вы будете их использовать, вы сами решаете. И вот у кого-то, не знаю, в голове, например, возникла картинка, и она такая сломленная, переломленная картинка. И вот человек будет снимать в соответствии со своим видением. И может наснимать, не знаю, минут 45, и потом понимает, что все он видел не так, что надо делать по-другому. И это можно все подредактировать, то есть можно доснять, снять под разным углом, не знаю, близко снять глаз, снять нос, снять под таким-посеким углом. А что касается игры, актерской игры, главное, нужно, наверное, подумать, как быстро вы сможете выпустить фильм. То есть вот здесь, когда вы снимаете на телефон, у вас нет такой длительной подготовки на освещение и так далее, подготовку пространства. Многие актеры, они приходят из театра, например. И вот часто фильмы, снятые на мобильный телефон, они были в такой театральной эстетике. И мы хотели, чтобы игра шла, повествование шло в определенном ритме. И мы, например, за две недели сняли фильм, то есть скорость производства сумасшедшая при этих технологиях. Именно поэтому, именно потому, что мы снимали на айфон. И это выбор, который мы сделали до начала съемок. А что касается языка кино, иногда вам приходится идти на жертвы. Вам каждый день приходится идти на жертвы. И вы все равно фильмы снимаете, вы продолжаете. То есть это выбор, нужно сделать выбор, чем мы готовы поступиться. Не знаю, вот сэкономить на камере, например, чтобы, но зато, не знаю, актеров пригласить получше, то есть выиграть на игре и так далее. И Роберт говорил, еще кто-то говорил, что мы для нас, то есть мы визуалы, мы привыкли, нас огружает изображение. И если мы доверяемся рассказчику, если мы понимаем его язык, как он хочет нам рассказать историю, то мы будем следить за его историей. Но если вы слышите плохой звук, все, сразу, все закончилось. То есть плохую картинку вы еще можете простить, плохой звук сразу нет. Вот, не знаю, Ричард Линклейтер, например, у него, не знаю, три актера на весь фильм. У него какая-то камера Sony, держал он ее в руках, не знаю, дрожащая картинка, а фильм потрясающий. Опять же, вот они, все эти элементы. Все полагается только на игру, на потрясающую игру, на великолепных актеров. На них все держится. Но да, если вы снимаете на мобильное устройство, вы должны, и вы хотите профессиональное качество, вы должны сделать редактуру звука. Вы должны сфокусироваться на звуке. Это тот инструмент, который вам поможет. И если звук будет плохой, вы потеряете зрителя. Вы вспомнили про Стивна Содерберг, давайте вспомним про Тимура Бекмамбетова, потому что он как раз исповедует и сейчас вовсю внедряет такой формат, опять же таки, как он просит называть его кино, как скрин-лайф-муви. И здесь некая, ну, на мой взгляд, опять же таки, идет игра с мобильным кино, потому что вот те фильмы, которые создаются, либо где Тимур Бекмамбета выступает как продюсер, либо же как режиссер. И самого, наверное, свежего, это вот фильм, который в российском прокате был в сентябре. В конце сентября вышел «Поиск». Я думаю, вы его смотрели, триллер с Джоном Чо и Деброй Мессинг. Я надеюсь, до нашего проката доберется его фильм «Профайл», который тоже был в программе Берлинского кинофестиваля. Но он рассуждает, опять же таки, с позиции того, то, что мы живем в таком мире, где вся наша жизнь сосредоточена исключительно вот в наших смартфонах. Мы постоянно в них уткнулись, мы постоянно в них общаемся, в них читаем, смотрим и так далее. Поэтому нужно создавать кино, которое мы будем смотреть с помощью гаджетов, то есть девайсов. И когда, вот я у него и спрашивал, а вот эти фильмы, которые вы снимаете в формате «Скринлайф муви», вы их тоже снимаете с помощью мобильных телефонов и смартфонов? Он как раз сказал, что это не требуется. Вот то, о чем вы говорили раньше, то, что это мобильное кино, условно назовем мобильным кино, которое создается с помощью вот компьютерной графики и прочего. Вот то, что фактически мы как бы наблюдаем на большом экране, если в кинотеатре смотрим, и все это происходит в виде там интерфейсов, каких-нибудь иконок и прочего-прочего. Но, как сказал Бекмамбетов, то, что они сейчас работают и уже какую-то придумали очередную технологию, которая может и вот «Скринлайф муви» снимать с помощью смартфонов. Получается, это кино будущего? Да, вопрос, я понял. Пару слов про Бекмамбетова. На самом деле, действительно, мне так приятно наблюдать за ним и за его такой, как бы сказать, заряженностью на тему «Скринлайф муви», потому что для меня это просто аналог моей истории, только в контексте мобильного кино. Я также заряжен этой историей, как и он своей. Второй момент по поводу того, насколько снимать большими камерами для, ну как бы, для имитации изображения на девайсе. Я думаю, мне кажется, это интересный момент, насколько необходимо снимать на телефон, чтобы потом показывать, ну как будто бы это снято на экране телефона. Мне кажется, что интерфейс, который мы видим, ну в данном случае экрана телефона, он делает свое дело, то есть мы начинаем верить в него, а не в то изображение, которое мы видим, и поэтому не так важно, насколько оно достоверно. Я не могу не, нет, все-таки отвечу на наш вопрос, потому что мы иначе идем в сторону. По поводу кино будущего. Смотрите, какая штука. Я неустанно повторять, что сегодняшние профессиональные индустриальные команды не успевают создавать тот контент достаточно качественный, который необходимо нам, как зрителям, потреблять. Я в этом не сомневаюсь. То есть ресурсов профессиональных не хватает на то, чтобы удовлетворить нас, как зрителей. Возникает, соответственно, дикое количество трэша и плохого контента, который мы видим в Ютюбе, и, собственно, считаем, что это и есть мобильное кино. И меня часто спрашивают, вам не кажется, что вы своими проектами подталкиваете людей заниматься вот этой ерундой и, соответственно, мусорить в эфире. Так вот, мое мнение следующее, что стратегия развития мобильного кино, она такая. Съемка видео и умение говорить языком видео, это естественная современная компетенция любого человека должна быть, как читать или говорить. Мне кажется, что в будущем люди, не умеющие изъясняться визуальными образами, снятыми на фото, видео, устройства, ну, в общем, будут, как бы сказать, отставать сильно. И мне кажется, что вот если мы научимся с вами создавать свой собственный личный, профессиональный, не забываем о том, что есть профессиональный контент, индустриальный контент с помощью мобильного телефона, мы увеличим числа качественных продуктов, ну, окружающих нас, я имею в виду визуальных продуктов, мы просто перестанем говорить косноязычно, мы начнем говорить качественно, потому что любой язык им нужно овладеть для того, чтобы донести ту информацию, которую вы хотите рассказать. И если вы это не будете уметь делать, то вы в Инстаграме, в Фейсбуке, на рабочем месте, будучи журналистом, коммуникатором, ученым, кем угодно, вы не сможете рассказать о своей работе. Вы будете писать буковки, которые никто уже не будет читать, и вы не сможете рассказать визуально. Поэтому мне кажется, что это вопрос не только мобильного кино, это вопрос освоения визуальной грамотности, а мобильный телефон это прекрасный инструмент, чтобы в этом направлении двигаться. Вот такое мое видение. То есть мы будем иметь все больше и больше людей, которые будут уметь использовать подобное устройство для того, чтобы разговаривать на визуальном языке с окружающими их друзьями, коллегами, профессионалами и так далее, и так далее. Вот так мне кажется. То есть это не совсем кино, это просто профессионально созданный всеми нами видеоконтент. Видеоматериал. Видеоматериал, да. Хорошо. Дорогие друзья, у вас, конечно, есть возможность тоже принять участие в нашей дискуссии. Если кто-то хочет высказаться, задать вопросы, либо же какие-то комментарии по поводу дискуссии, смело поднимайте руки. У нас есть микрофоны, и можно будет ваши вопросы озвучивать. Есть желающие? Да, вот второй ряд. Меня зовут Сергей. Прозвучало, что, несмотря на мобильный формат, кинопроизведения такого рода, тем не менее, требуют и драматургии, и сценария. Вот на данный момент времени каким образом собирается сценарий? То, что пришло человеку в голову, или происходит какой-то кастинг сценариев, я говорю, потому что сам сценарист, потому что знаю огромное количество, например, учебных сценариев, крытышей, которые очень подходят и для возможности съемки мобильным телефоном, и по хронометражу соответствуют тому, что сейчас озвучено, чтобы смотреть в мобильном телефоне. На мой взгляд, каким-то образом это надо совмещать, кому, куда. То есть очень много хороших студенческих работ. То есть, другими словами, должны ли сценаристы изначально пытаясь написать сценарий, понимать, что это будет сниматься под формат мобильного кино. Или сценаристу самому начинают снимать на мобильный телефон. А это напрашивается, Максим, вопрос, нужен ли сценарист, оператор, в принципе, мобильного кино? Я буквально коротко, потом передам слово моим зарубежным коллегам. Дело в том, что одна важная вещь, которая не прозвучала, но я обязательно хочу о ней сказать. Почему я увлекаюсь так мобильным кино, продюсирую, развиваю, и так далее, и так далее. Есть главная причина, и она не прозвучала пока. Для меня мобильное кино не коллективный вид творчества. Для меня мобильное кино это стопроцентное авторство в идеале, когда сценаристы являются сценаристом, режиссером, оператором, монтажером, и может быть, актером. То есть стратегически большинство людей, которые приходят на наши курсы и которые учатся у нас и заработают на нашей лаборатории продюсерской, половина из них сценаристы. Потому что сценаристы наконец-то получают возможность реализовывать свои идеи, доводить их до реального фильма. Вот это мое... Это, кстати, по поводу будущего мобильного кино. Это стопроцентно авторское кино в идеале. Другими словами, такой мультиинструменталист, который режиссер, монтажер и так далее. Роберт, что вы думаете? Возвращаясь к вашему вопросу о сценарии. Если я правильно понял, должен ли сценарист знать, что сценарий делается для телефона, который будет снят на мобильное устройство? Ну, вот в случае Роберта так и было. Вот Роберт об этом говорил. Сначала пишется сценарий, и потом вы ищете инструменты, которые подходят для этой истории. На самом деле, здесь не так важно, на что именно снимается, телефон или что-то другое. И можно физически, в общем-то, и не писать сценарий. Есть приложения, сотни приложений, которые помогают вам как-то упростить этот процесс. И я убежден, что здесь, когда вы начинаете писать сценарий, вы не должны думать, на что будет сниматься телефон. Дальше уже будете от этого отталкиваться. Должна быть история. Что происходит, что я хочу рассказать. Дальше уже, исходя из этого. Надо тоже пояснить по поводу сценария. Нужно ли его сознательно изначально писать именно для мобильного кино, или здесь это не так принципиально? Мне кажется, здесь очень много вопросов может возникнуть в этой среде. Обычно я бы, наверное, сказал, как и Роберт. Это просто разные навыки режиссура и написания сценария. То есть кто-то хорошо пишет, кто-то хорошо снимает, кто-то вообще такой может снимать авторское кино, все делать сам. Если вы хотите снимать фильмы, я не запомнил ваше имя, вот если вы хотите, не знаю, снять фильм, я бы начал в обратную сторону. Допустим, вы знаете, у вас бюджет ограничен, вы хотите снять что-то маленькое, снимите короткометражку. Есть, мне кажется, всего несколько причин, зачем снимать короткометражки. Их три. Первое. Если у вас ничего нет, но вы хотите показать миру, что что-то у вас есть, как ваша визитка, вот, пожалуйста, снимите короткометражку, покажите, на что вы способны. Второе. Если у вас какое-то экспериментальное кино, я знаю, в вашей стране можно получить какой-то грант, у нас этого нельзя, вы сами должны искать деньги. То есть, если у вас экспериментальное кино, никто вам денег на него не даст. Это вторая причина. И третье. Если у вас есть идея для полнометражного фильма, но она слишком сложная, запутанная, и вы хотите начать с короткометражки, так попробовать, рассказать часть этой идеи. То есть, если вам интересна режиссура, и вы хотите снимать на мобильное устройство, то есть, начните вот в обратном порядке. Подумайте, для чего хороший телефон? Окей, для таких форматов. Так, а какой мы кинематографический язык? Так, если я вот хочу снять на айфон, что к этому подходит? То есть, нужно вот так думать. Подумайте, какая история, как в итоге получится, подходит ли она для этого формата. И да, конечно, вы там пишете сценарии, куча программ, которые вам помогают писать сценарии, но главное, если у вас есть идея, то есть, это все сводится к рассказу истории. Что вы хотите рассказать? Хоть вы, не знаю, журналист, хоть вы песни пишете, как Дэвид Саймон какой-нибудь, который что только не делает, который, он журналист. Я слышал его выступления. И вот он работает и с журналистами, с писателями. То есть, что вы хотите снять? Если вы хотите снять на мобильное устройство, просто, не знаю, почитайте, может быть, что-то про то, как пишут сценарии, и подумайте, как развивать свою историю от этого. К обоим вот вопрос. Хочу развить мысль, Максим, о том, что мобильное кино, это сугубо авторское, то есть, индивидуальное такое решение. Имеется в виду то, что достаточно того, чтобы, ну, как вы сказали, сценаристы, которые у вас осваивают это направление, то есть, они в принципе могут быть и режиссерами, и операторами, там, монтажерами и так далее. Что вы по этому поводу думаете? Я думаю, что если они хороши в каждом из этих дел, то никаких проблем. Но если вы хороший сценарист и хороший режиссер, допустим, но актер из вас никудышный, не надо лезть в кадр. Найдите тех людей, которые в кадре будут хорошо... Специально обученных. Даже не обязательно специально обученных, это могут быть просто ваши талантливые друзья, которые могут быть живыми на камеру, а не деревяшками, которые просто читают ваш текст. Потому что, если вы понимаете, что вы, например, не умеете в монтаж, или умеете, но там... Это просто делаете по правилам. Найдите вашего друга, товарища, единомышленника, который вам поможет в этот фильм. Не надо брать все на себя. Если вы можете, прекрасно, но если не можете, это не причина опускать руки и не делать ничего. Сделайте вашу часть работы, а на остальную часть найдите других людей. И отвечаю еще на вас вопрос. Вопрос хотел сказать, что если у вас есть готовый сценарий, а что, на мой взгляд, самая сложная вещь, так как я тоже сама пишу сценарий к своим работам, для меня это самое адское, потому что надо просто сидеть и писать. Он у вас есть, и вы можете его всегда переработать под мобильное кино, если вы хотите. Вопрос в том, что история-то есть, а рассказать ее можно разными способами. Поэтому просто берите и снимайте. Сэмон, ваш черед. Я полностью согласен. В процессе съемки фильма вы должны принять столько разных решений. Например, если вам нужно снимать вечером, и вам какая погода нужна? Вам, чтобы дождь шел, или чтобы туман был, или чтобы было ясно? То есть, чтобы даже дойти до точки, где вы можете начать снимать фильм, в первую очередь, вам нужно справиться с финансовым вопросом. И, да, если вы выбираете мобильный формат, это вам упрощает задача. Я не думаю, что есть какая-то определенная связь между авторским кино и мобильным кино, что это прям обязательно связано. Мне не кажется, что эта связь такая сильная. Я, конечно, могу представить себе, вот как здесь говорилось, есть примеры с авторства. Есть профессиональный сценарист, есть режиссер, и они вместе снимают историю. Но если у вас, не знаю, есть компания, которая вас спродюсирует, почему ее не воспользоваться? Не обязательно все делать самому. Где у нас ближайший микрофон? Сейчас к вам прибежит микрофон. Здравствуйте. У меня вопрос скорее к продюсерам. Вот если это кино такое исключительное, то насколько оно найдет своего зрителя? То есть насколько оно интересно публике? То есть если этого кино становится больше, то возможно это совсем другое качество. Если зрителю интересно смотреть эти эффекты, которые на 90% сделаны на компьютере, то интересно ли ему будет смотреть такое кино в прокате, например. Будут ли на него ходить? А вы сами такой встречный вопрос смотрели? Фильмы, которые на мобильный телефон сняты, тот же самый, не в себе. Содерберг или Фагот Бориса Гуца или же Скринлай муви Бекмамбетова? Нет, я смотрела только короткие фильмы и мне теперь интересно. Но вот все-таки мне хотелось бы услышать ваше мнение по поводу широкого проката. То есть если этих фильмов становится больше, то какое количество из них может выйти на зрителя? Ну что, Максим, отвечайте. Да, я попробую ответить. Ну, смотрите, к сожалению, прокат в нашей стране это не совсем то же самое, что прокат в других странах по разным причинам. Поэтому есть определенные проблемы с прокатом в нашей стране. Ну, давайте так скажем, с ограничениями возрастными. Они везде есть, но у нас чуть жестче с темами тоже иногда бывают проблемы. Поэтому, если под прокатом мы понимаем официальный прокат, там есть определенные ограничения, о которых сейчас не хочется говорить. Вот. Но то, что современным, давайте так аккуратно скажем, молодым людям интересно смотреть на экране то, что происходит с их сверстниками, с историей, которые происходят с их друзьями, ну, качественно сделанные, с хорошими сценариями, актерскими работами и так далее, так далее. У меня нет никаких сомнений. Вот. Более того, большинство молодежных комедий, не снятых на мобильный телефон, но иногда использующих мобильный телефон, ну, например, Жора Крыжовников делает такие эксперименты регулярно, собственно, доказывает, что такие истории работают. Но я бы говорил все-таки не о прокате официальном кинотеатрах. Мне кажется, что все-таки большая история, связанная с мобильным кино, она в онлайне. И другой вопрос, что нету адекватных дистрибьюторских площадок для того, чтобы развивать мобильное кино, да, его можно интегрировать в YouTube, в Vimeo, в онлайн кинотеатры его запускать. Ну, в принципе, не очень много возможностей и монетизации в том числе. Но, если брать интерес, то ответ такой, мой, и в свое время дал мне один мой друг, когда я там занимался журналистикой и созданием журналов много-много лет назад. Он сказал, что нужно делать журнал, в данном случае можем говорить о фильме, не для дяди и тети, а для себя и своих друзей. Если вы делаете фильм для себя и своих друзей, он будет интересен не только вам и вашим друзьям, но и другим друзьям, друзей и так далее, и так далее. У меня в этом нет никаких сомнений. То есть, маркетинговые ловки, они здесь ни при чем. Они к мобильному кино не имеют никакого отношения. Другая модель, ну, вообще, как сказать, привлечения внимания, на мой взгляд. Это другие истории, другие темы, другие идеи. И если вам интересно и друзьям вашим интересно, тогда есть шанс. Вот так я бы сказал. А у меня тогда вопрос сразу к Роберту по этому поводу. Вот действительно, мобильное кино, оно может быть в широком прокате. Ну, давайте возьмем вашу родную Ирландию. Или же это вот удел определенных секций известных кинофестивалей, либо же вот непосредственно специализированных кинофестивалей. Интересный вопрос. Здесь Максим уже упомянул моменты, о которых я сам хотел сказать. Насчет проката в Ирландии, в широком прокате. Ирландия, на самом деле, довольно большая, довольно маленькая, точнее. И у нас своя киноиндустрия довольно тоже небольшая. У нас есть и блокбастеры, такие, ну, голливудские мы показываем, и небольшие ирландские фильмы. Главное, чтобы контент демонстрировался. Надо же как-то создать шумиху, что ли, чтобы ваш фильм заметили. Я люблю ходить в кино. Всегда ходил. Но, может быть, когда ты снимаешь, действительно нужно думать о том, кто будет смотреть твое кино. Зачастую сейчас люди не ходят в кино. Они смотрят онлайн, в Ютьюбе, просто стриминговыми сервисами пользуются. Было бы, конечно, здорово увидеть свое имя на баннере или в кинотеатре. Но сейчас, на самом деле, это, наверное, не так важно, как раньше. Самое главное, чтобы было желание показать свое кино друзьям, вот как Максим говорил, своим родным и близким, потому что они будут смотреть. И потому что такого кино они больше в кинотеатре не увидят. Сейчас в Ирландии есть бизнес-модель, которая направлена на привлечение большего, увеличение количества потока в кинотеатры, но это происходит за счет крупных высокобюджетных блокбастеров. Я думаю, что здесь кинотеатры это не единственная платформа. Надо думать про другие возможности. Там, где можно продемонстрировать свое кино. Начать прокат вот с друзей и знакомых, а потом выйти уже там на тысячи человек. Что же касается вообще того, как продакшн устроен, мне кажется, здесь важен маркетинг. Нужно говорить о себе, нужно сделать так, чтобы люди про тебя узнали. Если ты снимаешь боевик на мобильный телефон, и ты расскажешь об этом, ну, все об этом будут говорить, потому что это что-то новое. Сейчас телефон есть у всех, но с одной стороны тебе проще снимать, с другой стороны проще, чтобы тебя, вернее, сложнее, чтобы тебя заметили, потому что есть вероятность, что ты просто затеряешься среди других. Вот для меня это важно. Когда подаются заявки на фестиваль, и я вижу, что вы, допустим, подаетесь, но у вас нет веб-сайта для своего фильма, для меня это такой тревожный звоночек. И есть, наоборот, люди, которые все рассказывают про себя, они пишут в интернете, они как-то стараются привлекать внимание к себе, к своей работе, и если вы вкладываете душу в то, что вы делаете, вас заметят, рано или поздно вас заметят, нужно стараться. Здравствуйте, меня зовут Мария, спасибо за дискуссию, очень интересная. Вопрос скорее технический, а что сложнее всего снять на мобильные телефоны, что вообще не стоит начинать на него снимать, ну то есть какого рода сцены не стоит начинать даже. Вы имеете ввиду сцены погони? Допустим, да. как снимать человека паука на хромаке на хромаке, ну вот такого технического. Наталья, давайте вы. Ну, на мой взгляд, нет никаких ограничений, смотря что вам нужно. Из того, что я говорила, я бы сказала, что ночью сложно снимать, если вам действительно нужна ночь без фонарей, практически с минимумом света, просто потом это будет тяжело редактировать такой файл, который и будет много шума скорее всего. То есть, если вы хотите снимать на телефон, старайтесь все-таки выбирать для этого не совсем полностью темные истории, где ничего не видно. Если это, конечно, только не играет вам на руку. Нельзя сказать, что чего-то нельзя снимать. Вы можете снимать все, но если вид того, как вы это снимаете, вас устраивает, если вам это нужно, то рассказывай историю. А так, даже если это будет просто в качестве 360, все в шуме и отвратительное, но с хорошим звуком, скорее всего, то если это помогает рассказывать вашу историю, то все в порядке. Максим, добавите? Маленький комментарий. Надо начинать снимать не игровые фильмы, не постановочные. Надо снимать репортажи, видеоэссе, размышления, интервью, повторюсь, окружающая вас жизнь. Если вы музыкант, окружающих вас музыкантов. Если вы скейтер, окружающих вас скейтеров. снимайте жизнь тусовки или путешествия. Безусловно, это намного проще, потому что вообще у меня есть большие вопросы по поводу постановочного кино, мобильного. Я не к тому, что я против, но я к тому, что для меня очень важным, и это подтверждают наши опыты профессиональные, очень важным является естественность актеров, вроде бы, банальная вещь. актер должен быть естественным. Так вот, в мобильном кино максимальная естественность должна быть актеров, потому что сама стилистика, она действительно диктует вот эту вот достоверность. Поэтому аккуратнее с постановочными фильмами, как бы ни хотелось бы, начинайте с непостановочных, документальных. Для них идеально подходит мобильный телефон. То есть тот, кто в будущем хочет стать режиссером мобильного кино, может начинать с видеоблога. Вилогер. Таким образом. И получается, потом можно плавно переходить на стиль мокументари. Это я так рассуждаю на самом деле. Так, да, давайте, Наталья. Если вам нечего рассказать, не занимайтесь видеоблогами, пожалуйста. Пожалуйста, снимайте свою историю, если у вас она есть, займитесь именно ей. Вы можете попробовать снять то, что вокруг вас, чтобы просто привыкнуть к камере, но снимайте только то, что вам интересно. Именно на этом тренируйтесь. Даже если у вас сначала не получится с актерами, прорепетируйте с ними месяц, а потом за один день все снимите, но делайте только то, что вам нравится. И да, первый монтаж всегда показывайте людям, мнение которых вы доверяете. Никто вам скажет, а мама, ой, как хорошо, молодец, что ты сделал. От кого вы действительно услышали честное мнение, что вот здесь я вообще не понимаю, что происходит. И, пожалуйста, вот эту сцену, может быть, стоит убрать, тут вообще непонятно, тут не слышно ничего. То есть, комментарии честные, которые помогут вам финализировать вашу историю и сделать ее понятной для других людей. Поэтому не бойтесь ее показывать и рассказывать на этапе сценария, делиться ей с людьми. Чтобы вашу историю украли, она действительно должна стоить очень много денег. Просто не бойтесь ее рассказывать. Саймон, у меня сразу к вам такой вопрос. Вот вы бы могли, например, забыть о большом кино и быть тем самым вот вилогером, ну или же видеоблогером, да, который исключительно снимает жизнь вокруг себя. Ну, я не буду оперировать, точнее, вот этими телевизионными форматами, как репортаж, либо же то, что вот происходит, специально снимать. Вот можно ли назвать вилогеров тоже режиссерами мобильного кино? Такой провокационный вопрос. Я на самом деле нет, не согласен. Я с Максимом здесь не согласен принципиально. Я бы не сказал, что что здесь нужно обязательно стремиться к реалистичности и к такой аутентичности и начинать с влогов. На самом деле можно делать, если вот помните, вот черно-белый фильм, который вначале Наташа показывала, замечательный, одноминутный всего фильм. И если бы я вам не сказал, что он снят на айфон, вы бы никак это сами не заметили. По стилю это незаметно. Просто, просто хорошая история. Вы спрашиваете про технические, ваш вопрос был про технические ограничения. если вы будете снимать, начнете снимать, вы сами очень быстро увидите, какие у вас там будут технические ограничения. Наташа уже говорила про запись звука. Используйте, где, ну, это на самом деле про все касается, не только про мобильные устройства. Если вам кажется, что чего-то недостаточно, значит, этого недостаточно. Не думайте про большие экраны. Начните, то есть с блогов начинать совершенно необязательно. Если мы так будем исходить из такой перспективы, то мы так дальше никуда и не продвинемся. Сейчас ведь перед нами шесть камер, и здесь возникает вопрос, нужно ли нам сейчас только камера. Но здесь, возможно, вопрос, где мы будем смотреть. Не обязательно ведь можно смотреть кино на большом экране. Действительно, здесь сейчас онлайн-дистрибуция, онлайн-прокат все большую роль играет. Посмотрите на Netflix. И сейчас очень сильно меняются модели дистрибуции. Поэтому давайте мы будем начинать не с флогов, а с чего мы захотим. Здравствуйте, меня зовут Евгения. Я хотела спросить для зрителя, как найти в этом большом потоке информации хорошие фильмы, какие-то, может, маячки вы дадите, фестивальные кино, где посмотреть действительно хорошее мобильное кино. Не обязательно мобильное? Или только мобильное? Меня интересует сейчас именно мобильное кино. Ближайший десктоп-триллер Бекмамбетова выйдет в прокат российский в середине января. Называется «Брать из друзей 2». Хорошо. Другие какие-то где можно несколько фильмов периодически смотреть. Понятно. Кто знает ответ на этот вопрос? Дилан, вы так загадочно смотрите, мне кажется, у вас есть какая-то специальная подписка на Hulu, где есть все мобильное кино. Я шучу. Я просто смеялся, потому что это моя коллаборация. просто у меня знакомый работал над «Брать из друзей 2», поэтому я засмеялся. Это, кстати, сиквел. Там все происходит в чате в интернете. То есть вы видите экран, как разные люди там разговаривают. И вы все время находите, то есть вы посмотрите как глазами человека, который смотрит на экран. Это очень интересный концепт, очень умный концепт. А где найти фильмы, если именно мобильные фильмы? Насколько я знаю, на Вимео все еще доступен по всему миру. Не знаю, загуглите просто лучшие фильмы на Вимео. И там вам что-нибудь покажут. Ну, там скорее короткометражки, конечно. А еще длинные фильмы, ну, не знаю, «Конец смены», например, с Майклом Пеньей. Там, значит, два полицейских. Тоже такая интересная история у одного полицейского GoPro прицеплена на форму, и вот он снимает, как будто для какой-то проекта, а потом вот мы это смотрим как фильм. Не знаю, «Патруль» этот фильм называется. Опять же, просто есть примеры, то есть это все основано было на истории, и у них не было бюджета, они установили приложение 8 мм для айфона и сняли фильм. То есть повсюду, фильмы повсюду, а точно где, ну, сложно сказать, это как вот мы говорим, если вы это, если вы вот хотите посмотреть такой фильм, то есть не нужно ограничивать себя, я хочу посмотреть мобильный фильм, вы хотите посмотреть хороший фильм, просто фильм, и хорошо снятый мобильный фильм, не обязательно будет очевидно, что он снят на мобильное устройство, поэтому мы снимаем, и поэтому вот у нас возникают сложности, вот маркетинг и так далее, вы, если хотите рассказать историю, если вы хотите снять фильм, вам в первую очередь нужно подумать о маркетинге, где вы свой фильм разместите, как вы донесете его до аудитории, но вот с нашими фильмами это было сложновато, вот мы, например, конкретно мы, нам было сложно, как вы будете продавать фильм, который снят на айфон, уже прошло несколько лет с тех пор, но нам все равно все еще сложно, то есть вот мы говорим вот о мобильных фильмах, и вот вы только слушаете мобильный фильм, и вы сразу так, может быть, не очень профессионально, то есть вот это такой барьер, и вот мы, если хотим на фестивале показаться или где-то там еще, чтобы где-то наш фильм представили, и только ты говоришь, знаете, фильм был снят на айфон, и все говорят, ой, непрофессионально, возможно, там непрофессионально все сделано, хотя все там хорошо сделано, для нас это наоборот, мы-то хотели показать фильм людям, и мы хотели сначала показать им, а потом сказать, а вы знаете, это было снят на айфон, и чтобы все-таки, вау, ничего себе, это возможно, вот так вы и меняете представление людей о мобильном кино, но со временем технологии, я думаю, нас догонят, они будут совершенствоваться, чем больше мы Netflix смотрим на телефоне, и другие видео смотрим на телефоне, тем лучше технологии будут становиться, но все, мне кажется, упирается в маркетинг, не знаю, согласны вы с этим или нет. Опять же, этот вопрос переадресуем, может быть, на сайте вашего кинофестиваля, фильмов для смартфонов, и снятый на смартфон, можно создать некий онлайн кинотеатр, с помощью которого вот зрители могут смотреть хорошее мобильное кино, которое не доходит до широкого проката, или же там многие дистрибьюторы, о чем Дилан говорил, боятся брать фильмы, снятые на айфон, думая, что это, ну, полупрофессиональное кино, либо еще что-то. Да, есть вкладка на моем веб-сайте, там есть вкладка, вы можете перейти на победителей прошлогоднего фестиваля, мы каждый год это делаем, там будут ссылки, некоторые фильмы еще где-то участвуют, то есть на фестивалях, я не могу некоторые из них показать, но те фильмы, которые я могу показать, я стараюсь это делать, то есть я хотя бы стараюсь о них рассказывать, где их можно посмотреть. не помню название, но точно есть, компания какая-то есть, которая создает сейчас стриминговый сервис, который как раз будет вот про такие фильмы, не помню сейчас, не помню, как он называется, но этот проект сейчас еще дорабатывается, чтобы можно было просто вот сесть, включить, посмотреть. Ну, вот уже сказал коллега, Vimeo, не знаю, погуглите просто, погуглите, есть несколько фестивалей и фильмов, снятых на смартфоны, они могут, у них какую-то информацию можно подсмотреть, какие-то названия подсмотреть, и часто их можно будет посмотреть или в YouTube, или на Vimeo. Ну, сейчас я на 100% не могу с уверенностью сказать, где, что сложно мне, как представителю фестиваля, потому что, я тоже не хочу называть их мобильные фильмы, мобильное кино, я просто хочу называть это кино, это просто фильмы, но если я так сделаю, то у меня работы не останется. Ну, просто сейчас, да, вот есть такая категория мобильное кино, и сразу, наверное, все как бы слышат это, сразу думают, какие были ограничения, и вот, кстати, в «Мандарин», по-моему, вот фильм, они тоже сняли его на телефон, и как вот вы сказали, они сначала показали фильм, а только в конце сказали, что это фильм снятый на мобильный телефон, что вот тоже интересный подход для изменения, просто восприятия. Значит, ну, нужно как-то шумиху поднять, нужно привлечь внимание зрителей, но иногда это вызов представлением зрителя, иногда нет, но в идеале, когда-то это будут просто будут фильмы, что-то не будет выделяться в отдельную категорию. Все, столько технологий, столько всего сейчас разрабатывается, и камеры сейчас, сейчас мы говорим «телефон с камерой», когда-нибудь это станет камера с телефона, и смотришь, не знаю, сейчас рецензии на оптику, что там сейчас наши телефоны вставляют, ты понимаешь, что это развивается очень сильно, и когда-нибудь у нас еще и съемные линзы будут на объективе, и вы сейчас видите, это мобильный фильм, фильмы развиваются, то есть это такой развивающийся жанр, молодой жанр, но это не всегда будет так, а эти фильмы, они по всему интернету, и попробуйте, погуглите, найдите какие-нибудь списки победителей фестивалей, это будет вам ориентиром. Как отличить хорошее мобильное кино от плохого, чтобы от Совета, то мы сейчас полтора часа обсуждаем все это дело, все думают, что все кино, снятое на айфон, достойно. Ну, тут еще раз хочу повторить за всеми, собственно, сегодня мы об этом и говорили, красной нитью, на самом деле, мне все-таки так кажется, что хорошее кино, снято на мобильный телефон, это просто хорошее кино, которое смотрят зрители. Мобильный телефон, это безусловно, творческий и технический инструмент в руках автора. Как говорит один мой друг, не камеры снимает, а человек, поэтому, конечно, никакого отличия хорошего кино, снято на телефон или на большие камеры, с точки зрения результата, нету. Результат один. У нас есть зрители, которые готовы сопереживать героям, если мы говорим о постановочной или не постановочной, неважно, в фильме, готовы сопереживать истории героям и прикладывать эту историю на себя. А как она снята, на мобильный телефон, не на мобильный телефон, это, для зрителей второй вопрос, это для авторов первый вопрос, а для зрителей второй. Вот я бы так сказал. Хорошо. Увы, у нас время вышло, мы так активно обсуждали с вами, что, я так думаю, зрители, во-первых, я так думаю, наша миссия выполнена в плане того, что мы разложили по полочкам, что такое мобильное кино, что такое формат скринлайф-муви, что не все фильмы, снятые с помощью смартфонов, достойны просмотра, потому что главное, опять же таки, как вот все наши спикеры говорили сегодня, в кино это сценарий и та самая история, которую мы хотим рассказать. А если история действительно отличная, сценарий первоклассный, что, к сожалению, в наше время не так часто случается, то уже это не важно, на что снимать, с помощью каких-то суперкамер современных, либо же обычным смартфоном. Но если начинающие кинорежиссеры и те, кто делает кино, я так думаю, можно осваивать сначала и мобильный телефон, так будет, наверное, проще как-то понять, что к чему и почему. Вам огромное спасибо, вам огромное спасибо за то, что поделились своими соображениями, мыслями, были очень рады услышать, но я надеюсь, что мобильное кино, оно не вытеснит другое кино из кинотеатров, потому что это настолько долгий процесс, а в нашей стране с немножко таким консервативным кинопрокатом это все-таки дело не одного десятилетия впереди, как мне опять же таки кажется. Вам спасибо большое, спасибо, что пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ